Всем привет! Toyota AVENSYS – это Camry для Европы и конкурент Passat и Mondeo. В отличие от них, AVENSYS уже не выпускается. Но фанаты AVENSYS знают, что это самая надежная машина в классе. Вот такой вот вам спойлер в начале этого видео. А сейчас мы расскажем о всех недостатках Toyota AVENSYS 3. А вы пока перед просмотром обязательно подпишитесь на наш канал. Мы даже сейчас паузу поставим. Подписались? Ну что, встречаем Toyota AVENSYS 3-го поколения T270. Так как AVENSYS – это седан или универсал, как в нашем случае, который сделан для Европы, то эта машина, кузов этой машины, хорошо защищен от коррозии для эксплуатации в период суровых зим. То есть металл оцинкован. Даже панель крыши оцинкована, и поэтому сколы над лобовым стеклом долго не ржавеют. Однако, если слой краски будет протерт или пробит, то тогда появятся намеки на коррозию. В зоне риска колесные арки, а также стыки между кузовными панелями и бампером. Также со временем мутнеют плафоны, затираются, естественно, и бомбардируются камешками. На этих AVENSYS по гарантии меняли передние двери, потому что возникали трещины в районе крепления ограничителей дверей. А трещины возникали буквально по линии от одного крепежного винта до другого крепежного винта. Если по каким-то причинам владелец не доезжал до дилера, то устанавливал сюда пластину для укрепления металла. Любопытная особенность Toyota AVENSYS 3 заключается в том, что практически при любых неисправностях электрооборудования на панели приборов высвечивается ошибка ВСЦ, то есть системы стабилизации и стояночного тормоза. Но, скорее всего, в большинстве случаев эти ошибки не связаны с этими системами. Может быть, все что угодно. Надо взять сканер и продиагностировать. То есть это могут быть пропуски зажигания. Также может быть ошибка по Valvematic. Также эта ошибка может возникать из-за перегоревших светодиодов. Кстати, когда светодиоды перегорают, это сопровождается запотеванием задних фонарей. А перегорают они потому, что в задние фонари попадает вода. В общем, чтобы решить данный вопрос, надо обязательно хорошенько продиагностировать машину. На Toyota Avensis третьего поколения устанавливали бензиновые атмосферные двигатели ZR серии. У них разные объемы, а именно разный ход поршней, а диаметры цилиндров одинаковые. У моторов ZR легкосплавные блоки цилиндров, коленвал расположен со смещением относительно оси цилиндров, и благодаря этому уменьшается прижим и трение поршневых юбок о цилиндры во время рабочего хода. Гидрокомпенсаторы в этом моторе присутствуют в приводе ГРМ-цепь. В общем, от этих моторов можно ждать бесконечной надежности. Но есть несколько нюансов. Эти двигатели оснащены системой безступенчатого регулирования высоты и подъема впускных клапанов. Она называется Valvematic. Это Toyota Veltronic, только устроен проще и рациональнее. Правда, система не идеальна в плане надежности. Все ее проблемы сосредоточены в актуаторе, который установлен на торце ГБЦ со стороны маховика. Актуатор пережил десяток ревизии. Японские инженеры долго доводили его до ума. По большому счету, его проблемы в основном появляются в электронной плате управления, которая находится тут же в корпусе актуатора. Когда система неисправна, то двигатель еле-еле тянет и не поднимает обороты свыше 2000. Но Valvematic может ожить после перезапуска двигателя. Но, опять же, это ненадолго. Из-за проблем в ранних версиях актуатора Valvematic двигатель мог заглохнуть прямо на ходу. Кстати, новый блок Valvematic стоит 1000 долларов. БУ-варианты от 300 долларов. И, кстати, это чудо японского инжиниринга на сегодняшний день успешно ремонтируется. Можно купить бэушный узел. Кстати, Valvematic ремонтируется после того, как случилось замыкание в контактах. Еще есть решение с перепрошивкой блока управления двигателем, когда система Valvematic просто удаляется. За регулирование потока воздуха будет отвечать дроссельная заслонка, которая находится во впускном тракте. Рядом с актуатором Valvematic установлен вакуумный насос, с которым тоже случаются проблемы, которые сопровождаются чавканием и скрежетом. Вдобавок педаль тормоза становится более тугой, потому что производительность вакуумной системы снижается. В этом случае насос вакуумный лучше поменять на новый. Такое удовольствие обойдется в 500 долларов, но зато можно купить насос последней ревизии. Есть еще народные способы ремонта, но они ни хрена не долговечные. Кстати, страшные звуки и грохот под капотами бензиновых Avensis появляются из-за заклинивания обгонной муфты генератора, которая установлена в сочетании с любым из моторов ZR-серии. Удары и вибрации будут отдавать в ремень навесных агрегатов. В общем, чтобы решить эту проблему, надо поменять шкив генератора с муфтой на новый. Нередко эти моторы начинают пропускать масло в районе натяжителя цепи. В ряде случаев масло просачивается не по прокладке под крышкой натяжителя, а из-под кожуха привода ГРМ по стыку между блоком цилиндров и ГБЦ. В этом случае придется снимать всю переднюю крышку двигателя и крепить ее на новый герметик по всему периметру, уделив вниманию стыку под ГБЦ над натяжителем цепи. Моторы ZR-серии рассчитаны на эксплуатацию на жиденьком масле 5W20 или 0W20. Использование чего-то более густого и более дешевого сразу приводит к закоксованию коробчатых маслосъемных колец. Некоторые моторы буквально начинают есть 1-2 литра между заменами, но в этом случае может помочь раскоксовка. Кстати, данные двигатели оснащены фазовращателями. Они здесь на каждом распредвале. Не часто, но эти муфты начинают греметь на холодную. Ну, после запуска на холодную. Так вот, долговечность этих муфт зависит от чистоты масла. И если посмотреть в каталогах, то новые муфты стоят не так-то и дорого – 170 долларов за штуку. Toyota Avensis третьего поколения с дизельными двигателями в большом количестве продавался в Европе. А затем, естественно, бэушные экземпляры приехали к нам. Так вот, эти двигатели объемом 2.0 и 2.2 литра серии AD отличаются ходом поршней. Естественно, у двигателя 2.2 литра ход поршней больше. Пожалуй, начнем с того, и напомним о том, что таких дизелей с пробегами меньше 200 тысяч километров, ну или примерно 200 тысяч километров, вы уже не найдете. Скорее всего, эти двигатели пробежали уже где-то полмиллиона километров. А все, что на одометре, ну, это как бы сказки. Эти японские турбодизели с алюминиевыми блоками цилиндров действительно очень надежные. Однако до 2009 года нередко происходила разгремитизация по прокладке ГБЦ. Но эту неприятность устраняли по гарантии и по отзывной кампании. Но достаточно редко такие случаи происходят до сих пор. Еще за этими двигателями прослеживается жор масла. Toyota даже увеличила гарантию на двигатели до 7 лет или до 180 тысяч километров. То есть расход масла 300 грамм на тысячу километров считался уже гарантийным случаем. Последний сервисный бюллетень, который касался этой проблемы, вышел в 2019 году и затрагивал в том числе и Avensis третьего поколения. В общем, дилеры по гарантии меняли поршни и поршневые кольца, и даже блоки цилиндров. В общем, при покупке Toyota с ее четырехцилиндровым двигателем стоит убедиться в том, не расходует ли он масло и не коснулась ли его замена блока цилиндров. Нажор масла указывает многое. И чрезмерное дымление из маслозаливной горловины, и жидкий налет на выхлопной трубе, и обильное часто маслянистое отложение во впускной системе и вблизи клапана EGR. Важно различать эти двигатели по стоимости ремонта топливной системы. Вся аппаратура Denso во главе с TNVD HP3. Насос надежный, но если несколько раз заправиться некачественным дизельным топливом, он этого может не пережить. Ну а если топливо качественное, то раз в 200 тысяч километров придется поменять дозировочные клапаны. На D4D они находятся только на TNVD, а вот на D-Cat и на TNVD, и на топливной рамке. Раз в 100 тысяч километров надо снимать форсунки и менять огнеупорные шайбы под ними. Также форсунки легко продиагностировать. Мучительные и долгие запуск турбодизеля говорит о том, что форсунки сливают слишком много топлива в обратную магистраль, и распылителям очень мало достается. Вообще версии D4D дешевле. У них относительно недорогие электромагнитные и еще ремонтопригодные форсунки. Цена примерно $360. А вот у D-Cat форсунки пьезоэлектрические, дорогущие, стоят $900. Такие же форсунки получила версия D4D под евро пять. И еще, если автомобиль Toyota оснащен сажевым фильтром, то там установлена еще одна форсунка, которая туда впрыскивает топливо для прожига. Эта форсунка соединена с TNVD отдельной стальной трубкой. Она уходит от насоса вниз к выпускному коллектору. При больших пробегах эта форсунка подтекала, то есть топливо постоянно капало перед сажевым фильтром, из-за чего из выхлопной трубы постоянно выходил серый дым. Но в целом это не хлопотное и рациональное решение. Сажевый фильтр прожигается эффективней, а мотором не грозит разжижение масла дистоплива. Вообще, более сложная система D-Cat представляет из себя многоуровневую выхлопную систему. То есть, там есть и сажевый фильтр, и нейтрализатор оксида углерода, и также есть отдельный нейтрализатор оксидов азота. В общем, эти экологические системы на двигателях D4D и D-Cat, естественно, удаляли. Но очень важно грамотно удалить эти системы программно, потому что блок Denso – крепкий орешек. Некоторые умельцы вскрывают даже блок управления, чтобы подключиться к процессору. Мастера с правильным и дорогим оборудованием удаляют экологию через OBD-разъем. Некоторым Avensis третьего поколения достали шестиступенчатые механические трансмиссии. Так вот, эти трансмиссии могут к пробегу в 150 тысяч загудеть. А проблема в том, что изнашивается задний подшипник первичного вала. Чтобы его поменять, надо полностью разбирать трансмиссию. Toyota Avensis третьего поколения с бензиновыми двигателями оснащался ещё и фирменным вариатором, который был разработан компанией Aisin. Это хороший и надёжный вариатор, потому что сделан хорошо и задушен программно. То есть, блок управления не позволяет его откровенно мучить, чтобы он ходил долго, надо раз в 40 тысяч производить частичную замену специального масла CVT Fluid TC. Ну, и тогда будет вам счастье. А вообще, что касается классических автоматов, они у Avensis третьего поколения были и устанавливались только в паре с двигателем объёмом 2,2 литра. И учитывая пробеги этих машин на сегодняшний день, можно сказать, что многие автоматы U660 от Aisin прошли уже через капремонт, а многие к этому на подходе. И часто эти трансмиссии приезжают на капремонт из-за разрушения главного подшипника корпуса. Вернее, сначала не выдерживает слабенькое стопорное кольцо этого подшипника, затем происходит перекос, возникает люфт, от которого весь механизм стругает стальную и алюминиевую стружку, даже происходит смещение планетарного редуктора, появляется ещё больше продуктов износа, которые оседают в гидроблоке. Помимо замены трансмиссионной жидкости Toyota WS каждые 50 тысяч километров, надо ещё поменять фильтр, который находится за поддоном. Также надо избегать агрессивной езды, потому что увеличение нагрузки приводит к износу стопорного кольца подшипника, а потом появляются все сопутствующие проблемы. Ну а те, кто ещё не подписался на наш канал, обязательно подпишитесь. В месяц мы выпускаем шесть интереснейших видосов. Сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. И помимо очень качественных БУ-запчастей в «АвтоСтронг-е», есть ещё новые запчасти, а также есть подразделение «МотоСтронг-е». Мы сами привозим мотоциклы из Европы, выбираем байки с минимальными пробегами и в отличном состоянии. Нужен байк обязательно в «МотоСтронг-е». Ссылочки оставлю в описании. Ну что, мы на СТО и продолжаем. Интересная особенность задних ступичных подшипников Toyota «АвтоСтронг-е» в том, что они идут вместе со ступицами. И в них же встроен ещё датчик АБС. Вот чисто из-за долгой эксплуатации, влияния реагентов, влаги, грязи ступицы приходится менять. Но дело даже не в них, а именно в датчике АБС, потому что его контакты в электрических разъёмах коррадируют и просто отваливаются. Так вот, оригинальная ступица стоит 270 долларов. И чтобы не менять эту ступицу из-за датчика АБС, всё-таки стоит предпринять какие-то меры, чтобы защитить эти пины от коррозии. Передние же датчики АБС вставляются и перекручиваются к поворотным кулакам. Ходят минимум 250 тысяч километров и стоят оригинальные по 140 долларов. Передние ступичные подшипники также сборные и продаются по 200 долларов. К счастью, заменителей хватает. Что по датчикам, что по подшипникам со ступицами неоригинал может стоить даже в три раза дешевле. А весь из третьего поколения оснащён электрической рулевой рейкой, которая при достаточно интенсивной эксплуатации по плохим дорогам начинает стучать. В этом нет ничего удивительного. А ведь стук происходит из-за износа направляющих втулок, по которым скользит зубчатый вал. Ну, эта проблема решается заменой этих самых втулок. Иногда же стук появляется в изношенном рулевом карданчике или в ослабленном винтике, который крепит самое нижнее колено рулевого вала. Соответственно, нужно определиться с источником стука. Стучащая крестовина ещё и люфтит, и её можно заменить на новую, неоригинальную, а винтик внизу, то есть над самой рейкой, просто нужно подтянуть. Отдельно отметим, что стук может производить вал электроусилителя. Его мотор находится на рулевом вале прямо над коленями водителя, то есть лёгкий стук появляется в редукторе, то есть между шестерней вала электромотора и шестерней рулевого вала. Для устранения можно подложить эластичный материал типа резины под замок упорного кольца, которое обжимает подшипник вала. Оно находится под крышечкой возле редуктора электроусилителя. Со временем у Авинсиса начинают грохотать тормозные суппорты, а они тут все с плавающей скобой. Так вот, в поисках металлического лязга либо других шумов владельцы очень часто перебирают подвеску. И зря постучите по колёсам, и суппорты отзовутся. Надо всего лишь поменять направляющие штифты суппортов. При больших пробегах, а именно после 250 тысяч километров, стоит ждать проблем от механизма стояночного тормоза. На Авинсис третьего поколения стояночный тормоз электромеханический, то есть механизм электромеханический. И если вода попала в разъём сервопривода, который находится в пластиковом корпусе, то тогда можно ожидать оплавления фишки. А если вода попала в сам корпус сервопривода, то тогда это может привести к гибели платы. Но чаще обрываются и перетираются провода в косе проводов к сервоприводу. Подвеска у Toyota Avensis третьего поколения очень ресурсная и недорогая. Начнём с того, что шаровые снимаются отдельно от рычагов, то есть можно их поменять отдельно. Оригинальная шаровая стоит 70 долларов. Оригинальных сайлентблоков к передним рычагам не предлагается. Но чтобы не платить 180 долларов за новый оригинальный рычаг, можно купить сайлентблоки хорошего качества от хороших производителей. Они стоят всего лишь по 10 долларов. Также есть предложения по неоригинальным рычагам. Стоимость примерно плюс-минус 100 долларов. Оригинальные стойки стабилизатора стоят по 25 долларов, выхаживают достаточно немало, примерно 100 тысяч километров. Опорные подшипники амортизаторов и амортизационные стойки выхаживают аж по 250 тысяч километров. Правда, оригинальные амортизаторы стоят по 300 долларов. Сзади у Avensis многорычажка, по 5 рычагов на каждое колесо. К сожалению, по оригиналу сайлентблоков для этих рычагов не предлагается. Приходится искать по неоригиналу как сайлентблоки, так и рычаги в сборе. Передние сайлентблоки продольных рычагов от хороших производителей стоят около 20 долларов. Верхний рычаг – 30 долларов. Нижние рычаги, которые крепятся к ЦАПФе через шаровые опоры, стоят до 40 долларов. Неоригинальный сайлентблок подпружиненного рычага, то есть, в соединении с ЦАПФой в неоригинале стоит $20-40. Ну что, на улице дождик, поэтому резюмируем прямо здесь. Toyota Avensis проиграла битву за покупателей и в третьем поколении перестала существовать. Европа предпочла кроссоверы, а в других уголках мира плотно позиции держит Camry. Но Avensis хорош, надежный, большой, комфортный, совсем не технологичный и не замороченный, как немецкие конкуренты того же размера. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие вот качественные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео, поделитесь этим видео в соцсетях и напишите комментарий. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг». 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 Продолжение следует...